Белое озеро, чистый берег. Под таким девизом прошел субботник на берегах излюбленного водоема ленторцев. Он находится сравнительно далеко за чертой города, однако этот факт не остановил горожан. Наши ленторские коллеги также присоединились к генеральной уборке берега. Выходной июльский день, время ближе к полудню. В центре лентора собираются добровольцы, откликнувшиеся на призыв очистить от мусора берега Белого озера. Так называют один из популярных, но не санкционированных пляжей лентора. Для участников акции «Белое озеро, чистый берег» даже предоставили автобус. Доехать до места высадки экологического десанта. Мы едем в сторону Нижнего Сартема на 14 километров. Убирать на субботник. На природу выехала группа единомышленников. Всего порядка 20 человек. Взрослые дети приступили к уборке ближнего к насыпной дороге берега. Мусора столько, что мешок емкостью 100 литров можно заполнить до краев буквально за пару минут. Под ногами пивные банки, бутылки, пакеты и прочая атрибутика современного пляжного отдыха. Вот оно озеро. Светлое, чистое. Когда-то мы тут отдыхали. Ребятишки были маленькие, мы отдыхали. Сейчас с детьми сотрудники приезжают. Песок очень красивый, белый. А мусор? Ну и решили. А почему нет? Потому что если мы не сделаем, никто не сделает. В наше время такого количества пива, пластиковых бутылок, напитков не продавалось. Если в какой-то таре что-то кто-то привозил, эта тара использовалась многократно, и они его забирали с собой всегда. Соки не продавались в таких пластиковых, продавались в стеклянных бутылках. Бутылка стоила 12 копеек, и чуть ли не в каждом магазине его принимали. И детишки всегда эти бутылки тут же за 12 копеек. Буханка хлеба стоила 16 копеек. Это была ценность. Бутылки не валялись нигде. Виктория с сыном Артемом на этом озере впервые. Буквально неделю назад семья полным составом переехала в Лентор. Первое, что сделали новоиспеченные жители города, приняли участие в субботнике. Озеро красивое, но только мусора много. На мусорном клондайке, в который со временем превратились леса Сургутского района, мог бы обогатиться не один бизнесмен. В странах, где слово «цивилизация» имеет не только негативную окраску, понимают, мусор – это буквально деньги под ногами. В одном из командировок был на мусоросжигающем заводе в Гамбурге. В центре города, около стадиона, стоит мусоросжигающий. Нет ни одной мухи, никаких запахов нет. Они вырабатывают электроэнергию с этого мусора, обеспечивают полностью себя, и 20% электроэнергии продают городу. Впрочем, решить проблему можно и другими путями. Субботник тому пример. Не из-под палки, а по воле души. А в дальнейшем – соблюдение основ культурного отдыха на природе. Мы, когда приезжаем, обязательно привозим с собой мешки, собираем мусор, для себя пространство очищаем. Мы не сидим на грязной поляне. Вначале очистим, и потом уже отдыхаем. Озеро удивительно красивое, белое, любимое всеми горожанами. За два часа активной работы участники субботника полностью освободили от мусора один из берегов озера. Перешли на другой. Сейчас хлам свален в куче. На днях будет вывезен на полигон утилизации ТБО. Оценив фронт работы на других участках лесного озера, стало ясно – одним днем не обойтись. Решено продолжить генеральную уборку в будущие выходные. Присоединяйтесь.